Продолжение следует... Продолжение следует... Характеры тут совершенно разные... Я имею ввиду... Амирхан... При всех своих попытках копировать... И стиль... И темп... И скоростные качества Мэнни Пакьяо... В психологическом плане я абсолютно убежден... Абсолютно... Не соответствует... Вот этому герою... Сейчас ситуация складывается таким образом... Что в общем-то в весовых категориях некоторых... Есть только один лидер, скажем... Такой жестокой конкуренции... Которая была прежде... А сейчас во многих весах не наблюдается... Вот на этом фоне, конечно... Возникает очень много... Очень много... Кривотолков... По поводу того... То, чего стоит... И так напоминаю... Мы с вами... На... Мэн... Арене... В Манчестере... В Англии... Ну, этого красавца вы знаете... Это Оскар Деллахоя... Теперь промоутер... Сегодняшнее мероприятие... Все... Оно... В общем... Организовано двумя промоутерами... Голден бой промоушен... Который возглавляет Оскар... И Амир Кан промоушен... Амир Кан... Он уже и промоутер... Помимо того, что он боксер... Он еще и промоутер... В принципе, и Оскар... Так же начинал... Мы... Мы... Мы как его команда... Но... Объясненно... Амир Кан... Он... 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 Вот... На нём... Угу... Если... Пол... Угу... Угу... Он... Ну, сейчас тут Оскар говорит о том, что ожидается вообще в этом предстоящем бою, о том, что Макклоски может составить там проблемы для Амирхана, но на самом деле Амирхан, ну, в общем, сами можете догадаться, что может сказать промоутер по поводу своей, так сказать, звезды. Самое забавное во всей этой истории, что и тот, и другой, они вообще достаточно достойно друг о друге отзывались, я имею в виду Амирхан и Пол Макклоский, которые являются чемпионом Европы. Амирхана произвела, знаете что? То, что его покажут все-таки в Соединенных Штатах, он счастлив, что HBO будет, пусть и в отложенной трансляции, это Пол Макклоский, как вы уже догадались, его раздевалка. Так вот, он просто счастлив, что Америка увидит его, он об этом не стесняясь говорил. То же самое и заявил Пол Макклоский. Теперь на той стороне пруда, это такое выражение есть в английском языке, то есть на той стороне Атлантики, будут знать, кто такой Пол Макклоский. Можете себе представить, какой это удар по британскому высокомерию, если они только о том и думают, что их наконец-то увидят там, в Америке. В общем, должен вам сказать, что зря они преувеличивают свое значение. Американцы ценят только американцев. Другое дело, что если вы, ну, невероятно популярны, каким был, скажем, тот же Костя Дзюб, там, в Штатах, то тут уже не обращают внимания, из каких вы краев. Но, по-моему, ни Амерхан, ни тем более Макклоский до этого статус еще не дотянули. Я уже говорил о том, что Пол Макклоский, это боксер, который, несмотря на то, что стал чемпионом Европы, ни разу не побывал на зарубежных рингах. Все свои бои он провел с местным населением у себя в Деррии, в Ирландии, в Лондоне, ну и так далее. Что, в общем, само за себя говорит о его классе. Прав ли Оскар Дзюб, что он может создать проблему Амерхану? Честно говоря, не могу сказать, попросту говоря, потому что мы его толком-то и не знаем, Макклоский. Европейский бокс мы знаем. Каков его уровень, мы тоже знаем. Но, учитывая общее состояние мирового бокса, можно отметить, что, в общем, этот уровень изрядно сблизился и с европейским. Ну, как сходится, нам сейчас пока взвешивание. ПО ТЕЛЕЙ, СУКОВАННЫЙ ПОЛИЗИ ПО ТЕЛЕЙ, СУКОВАННЫЙ ПОЛИЗИ отметили про себя теперь шоу пытается сделать даже и взвешиваем претендент непобедимый непобежденный до сих пор полма курс 139 фунтов чемпион мира по версии всемирной боксерской ассоциации амир хан но про него нельзя сказать что он до сих пор не побежденный единожды был побежденный и прям скажем самым неприятным образом побывал в нокауте причем от бойца которого вообще никто не считал серьезным соперником амир хана звездой ну и тогда ритуально играю в гляделки это в основном для фоторепортеров да это место для нас не счастливы это мен ивнинг юз арена здесь костя провел свой последний год я до сих пор убежден что он не должен был его проиграть ну это было давно но народу полно я уже говорил о том что в британии бокс любят знают когда-то даже был стиль британский бокс по из дальней дистанции я еще застал ярких представителей этой школы например мактагарта на чемпионате европы в москве в 63 году когда он по моему или проиграл я же кули если мне память не изменяет если изменяйте простите давно это было но должен сказать что британцы никогда не доминировали в мировом боксе это бокс и пошел с этого острова американцы забрали самым грубым нелюбезным образом пальму первенства у своих кузенов и не отдавали их до последних уже много-много десятилетий итак амир хан пол макклоски внутреннее британское мероприятие бой за звание чемпиона по версии всемирной боксерской ассоциации в весе light belter или по-русски говорят первый полусредний вес 53 половиной килограмм в свое время такой же шум рекламные границы и просто с истерикой был по поводу насе махамед вы помните этого боксера действительно невероятно одаренный обладающий нестандартной техникой пушечным ударом несмотря на небольшой вес но то что британия надеялась что это будет величина соизмеримая скажем самим мухаммедом али поверьте мне я сам кое-что читал британских журналов чем все кончилось мы с вами помним а если я не помню я напомню всему этому положил конец Марко Антонио Борре а потом естественно Ленокс Льюис да он стал британцем после того как побывал по моему канадцу там то он вообще с Ямай а вот так если загибать пальцы это были единицы я имею в виду бойцы с британскими именами которые чего-то значили на мировом риме а вот сейчас для британцев Амир Хан это вот главная звезда лик бо лев 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 Амерхэн готовился к этому бою в зале Фредди Роуча. Он проводил спарринги с самим Мэнни Пакияво, на что Пол Маклоски заявил, что зря он это делал, потому что я умнее Мэнни Пакияво. Я буду строить свой бой совсем по-другому, так что эти спарринги Амерхану не помогут. Все мы знаем эти старые рекламные трюки, когда бойцы, чтобы заинтриговать или, как американцы говорят, продать бой. Идут на всякие ухищрения словесные, но ни тот, ни другой не докатились, конечно, до такого безобразия, который позволяет себе Дэвид Хэй. Их новый чемпион в тяжелом весе. Посмотрим, насколько умен Пол Маклоски и как помогли спарринги с Мэнни Пакияво и Амерхан. Напоминаю, Амерхан не только участник этого боя, он еще и промотор. Маклоски 31 год, как видите, Хану 24, Амерхан чуть повыше. Маклоски 32. Международный народ estad è богата. Р에бокль. М nominal Greensallah!... И административный, Бритих Борщинбург, Бодон Борщинбург, Бонбург, 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 Бронбург, Бонбург, Бонбург огооревский комфпорт, Амерхан в горын проигрน Сумфор. все три боковых судьи из англии и луис пабон спорта рико рефери третий человек в риме да вот что меня удивляет то что так встречает макклоски это же их парень 22 год 22 победы не нокаутер где-то 50 процентов наверное у него побед досрочно 25 боев 24 победы 17 раз выигрывал досрочно одно поражение нокаутом от прескотов да ну тут уже перебор с кличками по-моему а мир king то есть король хан он и король и хан такие ночь правило предполагают правил трех нокдаунов в раунде и стоящий нокдаун до восьми. Ничего раньше, кстати, не было. Я имею в виду вот этот последний пункт. Насколько умно будет действовать Мак-Плоски, он ведь обещал. Надо выполнять обещать. Посмотрим. Надо признать совершенно беспочтение Камерхану этот самый джентльмен. Задача, я так понимаю, подергать и позлить противника, то бишь Амирхана в Мак-Плоске. Первый раз удар слева в туловище наносит Мак-Плоски. Это вообще серьезное оружие. Действительно. У левши Это оружие, конечно, просто убойное, которое может все погасить. И нокаутирующий удар противника, и скорость, все что угодно. Один раз попасть в нужную точку, и можно заставить противника скромничать. Попасть второй раз можно закончить бой, если подряд. Не знаю, у меня складывается впечатляющая Мак-Плоска чересчур в бравиру. В чем я еще убежден, что такие вещи, вот я имею ввиду уверенность, то самоуверенность у противника, она действует на Амирхан. У него, конечно, превосходные природные данные, отличная скорость. Он хорошо вышкален, у него не самый последний тренер в углу. Но все-таки хотелось бы посмотреть на Амирхан с хорошим, настоящим противником. Какие были, ну вот, скажем... Вообще, как это звучит, конечно, в прошлом веке, да? Тем не менее, да. Практически в 90-е годы прошлого столетия, 80-е, 90-е, да и начало этого века многие весовые категории были населены просто классными бойцами, высококлассными. Сейчас там, в общем, пустота. По плоске. Пока что рискует, валяет дурака. Дергает нервы противнику, но на грани фола. Может пропустить. Амирхан может ударить, да. Но надо признать, нестандартный парень этот, Мак-Плоскин. Он практически пока что бой не ведет. Раунд номер два. Мак-Плоски еще не показал, на что он способен. Истеричнее всего ведет себя публика. Вот так посмотрите, вот на заднем плане там, как вскакивает, кричат во все горло. Чего-чего, от британцев таких эмоций трудно было ожидать. Попал. Попал Мак-Плоски разок. И сам пропускает. Ничего, складывается бой. Интересно, я бы сказал. И все благодаря Мак-Плоски. На редкость нахально ведет себя с Амирханом полмак-Плоски. Неплохо. Совсем неплохо. Многие аналитики говорили, что это будет односторонний бой, что Амирхан будет полным хозяином с первых секунд. И только Оскар сказал, что Мак-Плоски может создать проблему Амирхан. Но вот пока некоторые проблемы мы наблюдаем. Видите? Удар. Хлесткий удар в голову. Да. Право через руку. Амирхан, поверьте мне, еще два-три таких попадания, он станет гораздо скромнее в ринг. Конечно, и Мак-Плоски подставляться тоже никак нельзя. Если вы внимательно последите за действиями Амирхана, вы убедитесь, что во время атаки он часто подставляется. Просто он делает это настолько быстро, что противник, любой противник, не успевает среагировать. Но когда он идет в атаку, голову он все-таки закидывает назад. Это довольно часто. Часто с ним случается. А это чревато. Вопрос только в одном. Сможет ли Павел Мак-Плоски воспользоваться этим? Сам он тоже дает массу шансов своему противнику отправить себя на пол. Достал слева Мак-Плоски. А я все жду. Может он ударить по туловищу слева снизу или нет? Сейчас вроде попытался. Очень суетливо действует Амирхан. Видно, пока что чувство уверенности не обрел. Аплодисменты. атака за атакой все мимо цели это амир хан в принципе публика недовольны вот эти удары по затылку который себе позволил на плоске но это был ответ на действие амир хана в общем они друг друга стоит в этом плане рефери подошел и предупредил что надо бы без грязи действовать ну пока что действиям мир хана особого восторга не вызывает на таков у специалистов я абсолютно уверен есть же знаете категории болельщиков которые слепы не не обращают внимание ни на что они болеют и все в англии тоже таких хватает ничего там не было кто сидит там высоко не видит на самом деле что случилось они в восторге наконец-то на плоский оказался на полу но мир хан виноват подставил затылок под удар но мир хан виноват подставил затылок под удар с фредди роучин фредди толковый тренер наверняка я думаю какой-то план на игру у него был пока что мы видим довольно хаотичный бокс в исполнении и одного и другого но мак лоски то вышел не в статусе суперзвезды поэтому все позволить а самое главное что добивается мак лоски это сделать из замер хана дурака опросту заставить его промахиваться попадать не нелепое положение терять равновесие слишком размашисто действует мак лоски поэтому удары часто не доходит до цели на вообще реакцию у него все в порядке зачем-то взял и подставился сам под удар но признать что в тактическом плане мак лоски ведет себя гораздо умнее чем его противник вот что не хватает так это исполнительского мастерства слишком широкой траектории его ударов он пытается действовать иногда в опережении естественно реагирует вовремя но из-за того что удар слишком по широкой дуги идет часто мажет сейчас первый раз пропустил чистый удар мак лоски по своей собственной вине сам выпросил ложка называется там кто-то дирижирует публикой пятый раунд да вот что добивается мак лоски это чтобы противник глупо выглядят побежал с ударами амир хан все в воздух в принципе у амир хана есть все данные для того чтобы обыграть такого корявого неудобного противника нужно только меньше суетиться и это и бросается чертя голову скорость это не приносит ему никаких дивидендов но между прочим пятый раунд идет это я обращаюсь маклоски уже пора что-то делать можно конечно дурачиться до поры до времени но в принципе если ты вышел в ринг в таком статусном бою вот уже чемпионский бой то ясное дело ты вышел выигрывать а не просто выглядеть хорошо позволять противнику вот так хозяйничать тоже не с руки и одиночными ударами здесь не отделаешься а а а а а Пытается, пытается на плоске встретить противника, работать в опережении, но опаздывает. Уж очень замысловата траектория его ударов. Чистую проиграл Маклосский этот раунд, а все потому, что ничего не делал. Ведь, обратите внимание, очень часто он оказывался в выгодной позиции, но его позерство вредило ему. Нужно было присесть, размахнуться, показать этой публике, что вот сейчас что-то будет. В это время Мирхан уходил спокойно. В это время. Не знаю. Немножко разочаровывает, конечно, поведение Маклосский, потому что можно было валять дурака три раунда. Но сейчас настало время, когда пора уже браться за дело. А Мирхан, похоже, успокоился. Он очень нервно действовал в начале боя. Мирхан. Сейчас он уже понял противника. Думаю, если Маклосский не повезет, в смысле чистого попадания, то Мирхан заберет брызды правления. Уже инициативу не отдаст. Хочу вам напомнить, дорогие друзья, что это весовая категория Костя Цзю. Костя, который был в своё время в этом весе гегемоном. Я думаю, конечно, уровень его был повыше, чем у этих двух бойцов. Маклосский. в этой дистанции спрашивать номер хан конечно сделал то что в общем всячески запрещается правилами на руку держал 2 бил и так вот такое рассечение не знаю того мы за это благодарить могу по моему хорошие на плоские я думаю больше виноват слишком что он размашистых там все эти вольты изображал его уговаривают сдаться хотят остановить бой похоже что так вот они как раз тут и столкнулись давайте посмотрим еще раз кто амир хан пошел и ударил головой да мы плоские а мне показалось что было наоборот это наверно с какой точки смотреть оба не виноваты я думаю ничего там страшного не произошло мы видели и более ужасные рассечения и бои продолжались ну конечно это очень выгодно во первых вопрос как бы нерешен и может быть можно организовать какой-то реванш во вторых я думаю многих специалистов амир хана разочаровал потому что все особенно британцы были уверены что здесь конечно шансов у маклоски никаких вот вот тот самый момент вышло я продолжаю свою мысль вышло все совсем не так ну наверное этим бокс и интересен этим он и хорош что зачастую все поворачивается совсем не так как все ожидали полагаю что разочарованы все публика промоутеры макклоски не уверен насчет амир хана скандальчик мы наблюдаем все обвиняют рефери что он остановил бой в общем ему рекомендация то было доктора как я понимаю да ringside physician то есть доктор возле ринга и распорядился на то есть советовал потому что чемпионских боях никто не имеет права бой остановить кроме рефери но рефери действовал по совету доктор имел полный прав но понятное дело в связи с тем что вот бой был остановлен все перешли к судейским записками а судьи все давали победу амир хан такое счастье для его болельщиков амир хан остается чемпионом по версии всемирной боксерской ассоциации первым полусреднем весе макклоски конечно разочарован но должен винить себя в этом потому что в принципе конечно он действительно создал проблемы этой британской супер звезде которая сейчас вот видите благодарить сам себя за такую победу и и думаю что на этом дело не кончится наверняка начнутся разговоры о том что нужно соорудить какой-то матч реванш а публика естественно на него пойдет что собственно и требовалось доказать но бой в общем был неплохой я думаю вам понравилось то что вы видели на этом я прощаюсь с вами желаю вам всего доброго до новых встреч а и а и и и